Объединённый комитет Харягинского проекта утвердил затраты на 2017 год. Участие в очередном заседании Объединённого комитета одному из главных источников доходов окружного бюджета принял и глава региона Игорь Кошин. Бюджет округа на 2016 год подвергся уже четвёртой корректировке. Он увеличивается по доходам более чем на 25 миллионов рублей. Соответственно, на эту же сумму и по расходам. Многодетные семьи могут освободить от транспортного налога. Законопроект об этом внесён в Государственную Думу. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Глава региона Игорь Кошин принял участие в очередном заседании Объединённого комитета Харягинского СРП, одного из главных источников доходов окружного бюджета. На совещании рассмотрели итоги текущего года и производственные планы на следующий. Члены Объединённого комитета утвердили затраты проекта на 2017 год в размере 249 миллионов долларов. Объединённый комитет собирается регулярно для подведения итогов и стратегического планирования. В его состав входят представители правительства России, в лице Министерства энергетики, администрации Ненецкого округа, зарубежнефть, добыча Харяга, оператора проекта и инвесторы. Ненецкий округ в совещательном органе представляет глава округа Игорь Кошин. Доходы округа от Харяги снизились кратно – от 7 миллиардов рублей в тучные годы до практически нулевой отметки при падении цены на нефть. Однако с помощью снижения затрат проекта нам удалось этот ноль превратить в 2 миллиарда рублей в этом году. Работу с оператором будем продолжать, подчеркивает Игорь Кошин. Размер возмещаемых затрат Харягинского проекта в 2014 году составлял 460 миллионов долларов, в 2015 – 349. Изначальная смета на 2016 год была рассчитана на 394 миллиона долларов. Однако позже, по итогам решения членов Объединенного комитета, она стала 220 миллионов. Общие поступления от Харягинского СРП в бюджетную систему России превысили 3 миллиарда долларов. Администрации округа одобрены корректировки бюджета 2016 года. Документ представила заместитель губернатора по финансовой экономике Татьяна Лагвиненко. Это четвертая корректировка главного документа округа в текущем году. Необходимость внесения изменений в закон округа обусловлена включением в доходы и расходы региональной казны ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также необходимостью корректировки прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов, исходя из фактического и прогнозируемого поступления. В предлагаемом законопроекте параметры бюджета округа на 2016 год увеличиваются по доходам на общую сумму 25,3 миллиона рублей, по расходам соответственно на эту же сумму. Дополнительное ассигнование планируется направить на поддержку производителей сельскохозяйственного сектора, а также социальную помощь населению, в том числе на субсидии в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Многодетные семьи могут освободить от транспортного налога. Законопроект об этом внесен в Государственную Думу. В нем уточняется, что от уплаты транспортного налога может быть освобожден один из родителей, усыновителей или опекунов, имеющих в составе семьи трех и более детей не старше 18 лет. При этом льгота распространяется только на одну машину с мощностью двигателя на 200 лошадиных сил. В пояснительной записке к документу говорится, что по данным Минтруда России на 1 октября текущего года число многодетных семей насчитывает более 1 миллиона 600 тысяч. Из них 1 миллион 471 тысяча состоит на учете в органах соцзащиты, а значит являются малоимущими и нуждаются в поддержке государства. Сейчас на федеральном уровне нет льготы для многодетных семей по транспортному налогу. Он относится к налогам, зачисляемым в региональные бюджеты, и право его предоставлять принадлежит регионам. Некоторые субъекты таким правом воспользовались, но многие нет. А там, где льготы предусмотрены, возникает ряд проблем при их применении, так как в России нет однозначного и четкого определения многодетной семьи. Депутаты окружного собрания поддержали ряд изменений в федеральные законы. Разработчиками документов стали законодатели из других регионов. Так, депутаты из Томской думы предложили внести изменения в закон о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В документе уточняется положение о праве компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха и обратно. Оплата стоимости будет производиться вне зависимости от места проведения отпуска, в том числе и за пределами Российской Федерации. Еще одна федеральная инициатива предоставляет право на установление социальной пенсии по случаю потери кормильца детям, в свидетельствах о рождении которых отсутствуют сведения об обоих родителях. Также поддержана законодательная инициатива о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в числе введения прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ. Для обеспечения государственной и общественной безопасности. В Ненецком округе сформирован отдел Федеральной службы войск Национальной гвардии. В структуру отдела вошли Центр лицензионно-разрешительной работы, а также отдел вневедомственной охраны. Новые жертвы интернет-мошенников за минувшую неделю злоумышленники выманили у жителей округа более 100 тысяч рублей. В Ненецком округе образована Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации или, коротко, Росгвардия. Она создана в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека. Служба абсолютно новая, ее аналогов в России до сегодняшнего дня не было. Национальная гвардия является федеральным органом исполнительной власти. Национальная гвардия в Ненецком округе, как и по всей стране, решает широкий спектр задач, которыми наделил абсолютно новый орган Владимир Путин. В первую очередь задача службы сводится к тому, чтобы обеспечить безопасность граждан страны в мирное время. В числе основных задач Росгвардии следует выделить охрану общественного порядка в тесном взаимодействии с управлением Министерством внутренних дел, а также участие в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции. Кроме того, в основные задачи включены охрана важных государственных объектов и специальных грузов, оказание содействия пограничным органам и охране государственных границ. Одним из подразделений Росгвардии является отдел вневедомственной охраны войск Национальной гвардии, который призван защищать имущественные интересы граждан и юридических лиц от преступных посягательств на договорной основе. В текущем году сотрудниками отдела вневедомственной охраны выявлено 10 преступлений, составлено 1550 административных протоколов, краж сохраняемых объектов не допущено. Отделом осуществляется предоставление 27 государственных услуг юридическим лицам, в том числе 26 услуг в электронном виде. На едином портале государственных и муниципальных услуг реализован сервис подачи электронных заявлений. Доверчивые жители Ненецкого округа снова стали жертвами интернет-преступников. Несмотря на многочисленные предупреждения, они продолжают переводить денежные средства неизвестным людям. За минувшую неделю злоумышленники выманили у жителей округа более 100 тысяч рублей. «Опять же хочу акцентировать из трёх неочевидных преступлений – это факты мошенничества использованием сети интернет. К сожалению, сколько профилактируем, сколько говорим по телевидению, по радио, во всех средствах массовой информации, наши доверчивые граждане опять попадаются на уловки наших мошенников с других регионов». Начальник полиции Олег Яковлев докладывает на планиорке губернатору округа о печальной статистике. Только за прошедшую неделю трое граждан региона стали жертвами злоумышленников. В одном случае жительница посёлка Индиго, а точнее её несовершеннолетний ребёнок, переписываясь в социальной сети ВКонтакте, увидел сообщение от своего знакомого с просьбой о размещении на его банковской карте или его родителях денежных средств. После чего злоумышленники, которые изломали социальную страницу знакомого, воспользовавшись сведением, предоставленным несовершеннолетним, о карте, похитили с банковской карты мамы несовершеннолетнего денежные средства в сумме 4 тысяч рублей. Ещё один северянин стал жертвой преступников, специализирующихся на финансовых преступлениях в сфере IT-технологий. Со слов потерпевшего, мужчине с неизвестного номера на мобильный телефон пришло сообщение, в котором говорилось, что его банковская карта заблокирована. Нарин Марец перезвонил на указанный номер. Трубку взял мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора он узнал у собеседника фамилию, имя, отчество, номер банковской карты, а также попросил назвать трёхзначный номер, содержащийся на обороте банковской карты. Не усомнившись в правдивости слов представителя банка, потерпевший выдал запрашиваемую информацию. Через непродолжительное время доверчивый северянин получил СМС-сообщение о снятии с его счёта денежных средств в сумме 100 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Третий случай связан с размещением в социальных сетях ложного объявления о продаже товара. Доверчивый гражданин перевёл денежные средства в сумме более 3 тысяч рублей на указанный номер. По словам сотрудников полиции, преступления, связанные с размещением ложных объявлений о продаже какого-либо товара и взломе в социальных сетях страницы и рассылка от лица владельца страницы сообщения об одолжении денежных средств, стали распространёнными на территории округа. В связи с этим просим жителей Немецкого автономного округа при поступлении таких сообщений, а именно в случае взломов социальных страниц, необходимо созваниваться с их владельцами и уточнять эту информацию. У нас в принципе сейчас мобильно, доступно, и все в принципе находятся на связи. С целью сохранения своих денежных средств необходимо всю информацию такого рода обязательно перепроверять. И при заказе каких-либо товаров пользоваться только зарегистрированными и проверенными сайтами. Валентина Чибичик, Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Ненецкий округ стал десятым в рейтинге энергоэффективности субъектов России среди субъектов первого уровня, к которому относятся 14 регионов. Лидерами стали Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Рейтинг составлен Министерством энергетики России. В Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта округа отметили, все субъекты были разделены на три группы по уровню расчетной бюджетной обеспеченности. Это связано с тем, что большинство элементов рейтинга непосредственно связано с возможностями бюджета. Основным показателем статистической отчетности, который мог бы охарактеризовать работу по энергоэффективности в субъектах, является энергоемкость валового регионального продукта и его динамика. Но одного этого показателя недостаточно. По этому дополнительно учитывалась энергоэффективность зданий бюджетного сектора и наружного освещения, популяризация энергосберегающего образа жизни и другие параметры. Ранее Ненецкий округ стал одним из лучших по показателям внедрения ключевых энергоэффективных технологий. По данным Минэнерго России, наш округ по ряду показателей вошел в число лидеров по стране. В Наринмаре стартовал форум «Молодежь-83». Он проводится ежегодно для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, создания социальных связей между сельской молодежью и распространения опыта реализации проектов Федерального агентства по делам молодежи в муниципальных образованиях Ненецкого округа. В Наринмаре стартовал третий региональный образовательный форум «Молодежь-83». В нем принимают участие 100 молодых жителей Ненецкого округа, в том числе из отдаленных поселений. Образовательная программа для окружной молодежи запланирована на три дня по шести направлениям. В их числе «Я патриот», «Доброволец», «Ты предприниматель», «Мой выбор», «Молодежное самоуправление» и «Российское движение школьников». Российское движение школьников – одна из площадок уже третьего по счету регионального форума «Молодежь-83». В этом году изменилось не только место проведения встречи, вместо КДЦ «Арктика» – Ненецкий аграрно-экономический техникум, но и название и образовательная программа. Региональный образовательный форум Ненецкого автономного округа «Молодежь-83». И только раз в пять лет по юбилейным годам Победы у нас будет проходить традиционный патриотический форум «Наследники Победы», который проходит уже с 95-го года по юбилейным годам. В этом году много новых фишек появилось, скажем так. Во-первых, у нас добавились две новые площадки – это «Молодежное самоуправление» и «Российское движение школьников». Традиционная площадка, которая у нас была «Здоровый образ жизни», она никуда не делась, она осталась, но она проходит сквозным направлением через все другие площадки. Это значит, что каждый день участников форума будет начинаться с зарядки. Также для них проведут фитнес-тренировку и мастер-класс по здоровому питанию. Еще одно новшество – выборы президента форума. Как правильно организовать избирательную кампанию, расскажут представители клуба молодого избирателя «Мой выбор» – социально-гуманитарного колледжа. Здесь формируются навыки лидера, умение правильно говорить, подать, изложить нужную информацию для работы. Даже если не все пойдут в лидеры и в муниципальные учреждения, то как личности им будет очень легко реализовывать себя как навыки. Это и плюсом к их профессиональной деятельности. В процессе работы площадок ребята будут создавать проекты. Впервые у них появится возможность получить финансовую поддержку на реализацию своих идей. Завершится форум «Воскресенье» военно-патриотическим квестом на тему «Битва за Москву». Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Определен победитель конкурса эскизов памятника Труженьком Печорского лесозавода. Конкурсная комиссия определилась с внешним видом объекта. Комиссия была сформирована рабочей группой по установке памятника, созданной по инициативе губернатора Игоря Кошина. Рабочая группа по вопросу установки памятника лесозаводчанам была создана летом текущего года. В ее состав вошли представители исполнительной и законодательной власти, общественности, окружного общества ветеранов и Совета ветеранов Печорского лесозавода. На основании решения рабочей группы по вопросу установки памятника лесозаводчанам было принято решение разработать положение о проведении конкурса на лучший эскизный проект Труженьком Печорского лесозавода. Положение было разработано, разослано во все союзы художников, скульпторов, во все региональные министерства культуры. В этом году проведена была большая активная работа. Конкурс был объявлен со 2 декабря по 16 декабря. В адрес департамента поступило 4 конкурсных заявки. Победителем стал эскиз художника и скульптора из Смоленска Игоря Чумакова. Он набрал в два с лишним раза больше голосов относительно других эскизов. Проект отражает историческую картину предприятия. Памятник Труженьком лесозавода будет представлять собой образ временной спирали. Витог истории от начала создания лесопильного завода «Товарищество Стелла Полари» в 1903 году и в завершении его производственного пути в 1998 году, уже под названием «Лесозавод номер 51». На торцах памятника изображены мужская и женская фигуры. Мужчина олицетворяет предков, участвовавших в становлении завода, заводящего бревно в станину лесопилки. Женщина – работницу предприятия в трудные послевоенные годы, вплоть до 60-х годов. Она следит за выходом бруса – основной продукцией экспорта. Скульптурная композиция памятника будет установлена на постамент и сделана из гранита, бронзы и железобетона. Общая ее высота составит 6,8 метра. Планируется, что свой памятник лесозаводчане получат в сентябре будущего года. Местом для его установки определен сквер на улице Юбилейной в Наринмаре. Наринмарская епархия присоединится к рождественским чтениям, которые ежегодно проходят по всей России. В них участвуют различные церковные организации и учреждения образования, культуры и науки. Тема рождественских чтений в этом году – «Всероссийские патриархи. Подвиг служения Отечеству». И посвящены они столетию возрождения патриаршества в Русской Православной Церкви. В этом году в рамках рождественских чтений пройдут два крупных мероприятия. Так, 20 декабря в 18 часов в выставочном зале ДК «Арктика» состоится цикл докладов «Духовенство епархии. О жизни и подвигах служения всероссийских патриархов». В течение следующей недели в школах на Рианмарской епархии пройдет цикл духовно-нравственных бесед со школьниками, посвященных различным темам по выбору педагогов. Поэтому, если педагоги или родители захотят пригласить священнослужителя-пастыря для беседы с детьми, они могут обращаться для этого по телефону 8-911-654-67-18. В рамках чтений в школах пройдут различные мероприятия, конкурсы стихов и рисунков. В социально-гуманитарном колледже состоится концерт. Во время концерта прозвучат богослужебные песнопения в исполнении церковного хора Благовещенского храма поселка Искателей и детей воскресной школы. Отец Антони споет со зрителями рождественские калятки под баян. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова